Как раз я, во-первых, напоминаю, в тот раз я рассказывал про проявление фазового перехода ДИКИ в двумерном Вазенштейнском конденсате. Я сейчас несколько слов напомню о том, что я говорил, и, в принципе, я надеюсь, что занять не так много времени и свой рассказ дополнить. Потому что в тот раз Владимир Владимирович дал мне ещё одну работу посмотреть, в которой более подробно эта тема анализируется, точнее более специфически её момент. О чём шла речь? Да, но это вот работа, о которой я уже рассказывал, а вот эта, добавившаяся новая, работа в архиве, выполненная той же группой, да, работа, она уже вышла, да? Значит, я могу сказать ссылку, это Physically Review Letters, 107-й том, работа 140-402, сентябрьский выпуск был. Значит, я рассказывал о том, что если в оптической ловушке, значит, проводился такой эксперимент, в оптической ловушке удерживается Вазенштейнский конденсат двухуровневых администрации. При этом этот конденсат подмещен в оптический резонатор, оптический резонатор обладает, резонатор в фабрии Перо и обладает он очень высокой добротностью, то есть порядка 10, там, в пятой, то есть она действительно, 3 на 10, в пятой, кажется, по работе сегодня. Вот, и важно, что в другом направлении, не связанном поперёк, этот конденсат одновременно облучается электромагнитной волной накачки, которая потом отражается от зеркала, и таким образом волна накачки является стоячей. И если смотреть на эту систему при малых мощностях накачки, то конденсат двухуровневых атомов Вазенштейнский помещен, просто стоячий улун накачки, который поперёк так вот распространяется, отражается, и в резонаторе в оптическом ничего нет. А, Ваня, на сколько частот отличаются от моды резонатора, когда в резонаторе есть? Значит, дальше скажу, важно сказать, что двухуровневые атомы, естественно, обладают своей собственной частотой перехода, и она довольно сильно отстроена от частоты накачки. Но важно, что накачка по своей частоте фактически равна частоте одной основной моды резонатора, который будет использоваться. То есть накачка и резонатор согласованы по частоте, а двухуровневая система атомов отстроена, это давать другого. Но величина там, конечно, порядка мегагерц, по-моему. Да, на 2,5 мегагерц они отличаются, но отличие сделано как раз таким, чтобы оно было много больше раз в 10, чем ширина линии. То есть, в этом смысле накачка, она отстроена от резонанса. Так скажем, если бы этот атом были без резонатора, они бы поглотить эту накачку не смогли. Ну и здесь они могут только переизлучать. Значит, в данном эксперименте, ну как и в том, что я буду рассказывать дальше, установка та же самая, как я не рассказываю. То есть, про дальнейшие исследования на этой же установке я буду сегодня говорить. Измеряемая величина здесь, это сигнал на счетчике фотонов, который здесь вот справа нарисован, символ, потом алго. Вот. И можно еще фиксировать распределение плотности конденсата, как мы в тот раз выяснили. Это можно делать, как утверждают авторы статьи, прямо в реальном времени. То есть, в начале пока мощность накачки низкая, резонатор хуст, облако однородное. И фазовый переход в дикий называется следующее явление, что при плавном увеличении мощности накачки, в какой-то момент, независимо от скорости, то есть даже при сколько-то методом изменения, эти мощности происходят скачком, спонтанное нарушение подтверждается в сметрии этой системы, а именно база Эйнштейнский конденсат упорядочивается просто по плотности вот в такую шахматную структуру, и при этом параллельно одновременно с этим в резонаторе появляется поле на частоте соответствующем, соответственно, равной частоте накачки и резонаторной частоте резонаторов обликированных. Как это регистрируется? Регистрируется, естественно, в том, что на счетчике фотонок появляется сигнал, и то, что плотность в конденсат мы можем наблюдать, как она меняется. При этом важно, что... Вот какое отличие, заметить то, что в принципе до того, как была выполнена вот эта вот работа, были приведены работы, скажем, классические, где ансамбль атомов однородный может быть накачан импульсно, атомы заброшены, например, на верхний уровень, а потом они в результате сверхузлучения, то есть когерентов вместе упорядочивают сами с собой какую-то структуру, но потом это сверхузлучение, как я скажу, снимает на верхней силенности, как я понимаю, и все это обратно возвращается в исходное состояние. Но здесь это не так. Здесь, если бы атомы из ловушки не терялись, состояние, которое образуется, является стационарным, то есть новым устойчивым фазовым состоянием, и может существовать сколько угодно долго. Что теперь? Я хотел бы рассказать. Вот в работе, которую я изучал, как говорится, на последний, авторы, те же самые, и из Швейцарии, из того же места, из того же института, они хотели более подробно изучить свойства симметрии этой системы, потому что есть такое общее утверждение о том, что любой фазовый переход соответствует нарушению какой-либо симметрии, и в данном случае симметрия достаточно специфическая, и во-первых, это очень простая, а вторая достаточно специфическая, поэтому они ее изучением, наверное, занялись. Значит, какие возможны варианты? Оказывается, что, ну понятно, что в нормальной фазе, как я уже говорил несколько раз, поле облака однородно, затем в стадии, когда мы мощность накачки увеличили до критического значения и выше его, облако упорядочивается, и вот так схематично нарисовано на картинке два возможных варианта расположения этих вот шарчиков. В данном случае белый цвет соответствует, ну так, пустому месту, да, а темный, синий, темно-синий соответствует месту, где плотность атомов максимальная. А лямбда — это параметр профессиональной мощности накачки? Ну да, лямбда — это некие параметры, которые профессиональные мощности накачки. И вот в какой-то момент спонтанно выбирается положение этой вот системы. Что в этот раз, что наблюдали авторы? Во-первых, вот наглядно, достаточно наглядная картинка, большая какая-то, да. Что здесь происходит? В верхней картинке мощность накачки, которая степенно растет, затем видно, следующая картинка — это сверху излучение, это излучение, которое идет уже рассеянным резонатор в фазе, как говорят, упорядоченный, а вот нижняя картинка, самое интересное, — это относительная фаза двух волн, двух волн, двух потомок, да, волны, которая излучается накачкой, и волны, которые принимает детектор, который следит за резонатором, счетчик потока. Оказывается, что пока сверху излучения нет, упорядоченной структуры нет, фаза этих волн случайна, да, то есть, грубо говоря, отдельные группы, атомы или группы атомы могут излучать, и они это делают независимо друг от друга и не коррелируясь с фазой накачки. Поэтому получается такая вот картинка, да, дрожащая. А затем, когда мощность накачки достаточно высока, система упорядочивается, и между накачкой и волной резонатори выбирается одна конкретная фаза, к примеру, они в фазе. Если следить за этим процессом более долгое время, то есть, включая и выключая накачку, заведомо достаточно медленно, то можно увидеть, что фаз может убираться как там ноль, так и пи. То есть, они могут быть в положении, там, в одном положении шахматом, как там белый на шахте-доске и как черный на шахте-доске. Этим в двух положениях соответствуют разные фазы между накачкой и волной резонатори. Ваня, а гестеризис есть? Вот, это вот тоже вопрос отдельный. Здесь, когда убирают, в смысле, есть ли остается... Да, есть, но это и есть небольшой гестеризис. Ну, смотрите, здесь вот... А на верхней будет все симметрично, да, или нет? Гестеризис здесь вот... Во-первых, времена порядка десятков миллисекунд, которые даются между повышениями мощности накачки, скажем, да, эти времена заведомо достаточно для того, чтобы система пришла в однородное состояние, и ее прошлое состояние уже не влияло на то, что будет потом. То есть, это заведомо большие времена. А время жизни фотона и за натрием много меньше. Да, время жизни фотона много меньше, то есть, там все однородно. То есть, каждое новое испытание, в данном случае на нижней картинке, оно независимо одно от другого. А вот, имеется, если говорить про позже ли исчезает, суть, позже ли исчезает, чем обрывается фаза, там конкретно это вроде не сказано, но судьба картинки по крайней мере сильного гистерей строить не заметно вот такой разный спад уже непрерывная накачка и отдельные фотоны так видимо имеется имеется ввиду что фотоны все же все же не все же не отдельно они просто поле вот этой моды резонанса рассматривают и пасть накачку как избивают достаточно пол в этой фазе сверху излучения по крайней мере там точно идет излучение одного фотона прям всей системы но ну конкретные конкретные всей системы и там явно можно стоить фазы просто спонтанное излучение в этой моде они смотрят поле спонтанное но у него фаза дрожит сильно как они утверждают по сравнению с фазой накачки наверное нельзя говорить что это отдельный фотон наверно все-таки какие-то микро какие-то ансамбли небольшие что там есть то есть они имеют поле то есть датчик что-то показывает более конкретно про это ничего не говорят по крайней мере в стадии сверху излучения видно а вот дальше насчет гистерейс то есть морали из этой картинки такая что если достаточно долго подождать его будет становится однородным то следует выбор среди базы действительно случайно ничего не зависит и авторы статьи говорят что они делали порядка там больше сотен 150 испытаний серий в которых там в каждой серии еще был там сколько испытаний и вот проведя вот много серии измерения не показали что закон распределения там действительно с высокой точностью случайный это все нет очень точно проверяли там есть небольшие несоответственно не от них можно отдельно чуть сказать они с большой точностью проверили а вот дальше такой людям график тоже такая такая же речь об отстройке фазы в стадии сверху излучения только здесь видно что время задержки до включения накачки между включениями накачки мощности гораздо меньше зависит веряется микросекундах то есть мы либо вдалях а миссию на два порядка меньше чем то что был в будущем графике и вот здесь же явно видно что вот что система новой стоять системы нос осциллирует с характерным периодом поскольку 100 примеру этом 70 микросекунд и это этому тоже находится теоретическое объяснение то есть вещь о том что здесь еще системы не забыл свои старые состояния и то что включая накачку примеру через 70 микросекунд после того кого как система пришла в состоянии одного вида на скорее всего вы получите скорее все состояние другого видов то что как из-за того что от начинает двигаться еще пока не хаотически упорядочен и это автор находит этого вести насколько я понял и что теории подробно не приводится но насколько я понял это объясняется в двух модной модели то есть в том что на самом деле вот в резонаторе естественно 1 возбуждается а благодаря тому что облако пространство ограниченное тут надо несколько более теорию глубокую строить и есть время осцилляции между вот есть время осцилляции между двумя модами которые теоретически предсказаны и в общем она соответствует времени осцилляции между вот положение которое всем занимает на этом вот графике короче говоря вот такое влияние предыдущие состояние работе тоже исследованы вот это в общем установки все что сделано этой работе то есть она была посвящена изучение случайность в этом нарушении сметри в этом фазовом переходе и видно что достаточно большой убедительностью случайность была подтверждена а там где она в каком-то антрееме знаки нарушалась даже это будет автор нашим соответствующее объяснение довольно об этом сказано неподробно интересно вот так все еще вопросы есть в резонаторе частота накачки да в резонаторе частота накачки то есть как что она отличается на 2,5 мегагерца чистоты накачки вот что при моде но не так как а а до порядок семей чем на самом деле там здесь не говорил что точнее там используется не то чтобы двух уровень со стран перехода используются нечистотный переход а это просто равновское рассеяние на возбужденный станет атома и потом вниз шеи состояние но двинуты по луновому вектору а возбужденное состояние они они практически исключили поэтому в модели дикие у них фактически возбужденное состояние и не фигурирует а фигурирует вот небольшая частота которая тут омега и обозначена была то есть но здесь двух состояний там так как два разных если накачки на то 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 есть как просто такой переход на грехе будет 50-50 на грехе будет 50-50 на грехе будет 50-50